Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео, посвященном созданию USB-ключа на основе платы DigiSpark от ETIN85, я кратко затронул тему использования перезаписываемой энергонезависимой памяти EEPROM, в которую мы сохраняли сгенерированный пароль. В этом видео я хотел бы чуть подробнее рассказать об особенностях работы с этим типом памяти и на примере чипа 24LC512 показать, как можно подключать дополнительную память EEPROM к Arduino Uno, и для чего вообще может потребоваться увеличение энергонезависимой памяти. Модуль памяти 24LC512 бывает в разных типах исполнения. У меня он в дип-корпусе с восьми ножками. Цифра 512 модуля означает, что размер памяти модуля 512 килобит, то есть 64 килобайта, что в 64 раза превосходит объем встроенной EEPROM памяти Arduino Uno. Это старшая модель в линейке чипов последовательной энергонезависимой памяти от компании Microchip. Есть модели объемом памяти 256 килобит, то есть 32 килобайта, 64 килобита, то есть 8 килобайт и менее. Данный модуль будет полезен, когда не хватает встроенной EEPROM памяти микроконтроллера, или она вовсе отсутствует. Внешнюю память большого объема, такую как 24LC512, можно использовать в качестве замены SD-карты, когда подключение карт-ридера к микроконтроллеру нецелесообразно, или вообще невозможно вследствие характеристик микроконтроллера, либо готового устройства. Начнем с характеристик модуля памяти 24LC512. Из описания на сайте производителя видно, что модуль поддерживает питание от 2,5 до 5,5 вольт, до миллиона циклов записи и удаления данных, и до 200 лет хранения записанных данных. Впечатляет, конечно. Распиновка модуля памяти выглядит следующим образом. A0, A1 и A2 служат для задания адреса модуля, по которому к нему будет обращаться подключенное устройство. Подача высокого уровня сигнала, 3,5-5 вольт, на любой из выходов соответствует логической единице. Низкий уровень сигнала, то есть подключение к земле, нулю. Четвертая ножка и восьмая ножка подключаются к земле и к плюсу питания соответственно. WP это защита от записи. При подаче питания на данный вход запись память не производится, а только чтение. Для работы режима чтения запись данный вход должен быть подключен к земле. SCL и SDA как раз и служат для обмена данными. Подключение модуля внешней памяти осуществляется согласно следующей схеме. Ссылку на нее я добавлю в описании к видео. Как уже отмечалось, пины А0, А1 и А2 отвечают за задание адреса чипа, по которому к нему будет обращаться микроконтроллер. Первые 4 бита постоянные, а значения следующих трех как раз и соответствуют уровню сигнала на пинах А2, А1 и А0. Таким образом, соединяя все три пина с землей, получаем адрес 1 0 1 0 и 4 0, что соответствует 50 в 16-ти речной системе исчисления. Соединяя пин А0 с питанием, а остальные с землей, получаем адрес 1 0 1 0 3 0 1, то есть 51 в 16-ти речной системе. А 1 с питанием, остальные с землей, адрес 1 0 1 0 2 0 1 0, то есть 52 в 16-ти речной системе и так далее. Таким образом, можно последовательно соединить до 8 модулей памяти, у каждого из которых будет свой адрес, по которому к нему будет обращаться микроконтроллер. И при использовании чипа 24LC512 получить в сумме целых полмегабайта памяти EEPROM. В частном случае, при подключении только одного модуля памяти EEPROM к микроконтроллеру, будем использовать схему подключения всех контактов A0, A1 и A2 к земле. Четвертый и восьмой контакт модуля памяти подключаем к минусу и плюсу макетной платы соответственно. А пятый SDA и шестой пин SCL к пинам A4 и A5 Arduino Uno. Соединяем плюс и минус макетки с соответствующими пинами Arduino Uno. И соединяем седьмой пин модуля памяти, отвечающий за защиту от записи, с землей. Пины передачи данных SCL и SDA должны быть соединены подтягивающими резистором на 10 кВм с питанием. Для работы будем использовать библиотеку WireH. Дополнительно устанавливать ее не нужно. Она присутствует в стандартных библиотеках Arduino IDE. Разберем код скетча. Ссылка на него будет в описании к видео. Вначале подключаем библиотеку WireH. Далее определяем константу EEPROM address, в которую записываем адрес модуля памяти. Как мы определили выше, в соответствии с нашим подключением это будет адрес 50. Потом задаем адрес ячейки, в которую будем производить запись. В нашем случае значение может быть от 0 до 65536. И значение переменные. От 0 до 255. Которое будет записано по данному адресу. Пусть у нас будет нулевая ячейка, а значение переменной равно 16. После этого проводим инициализацию библиотеки WireH и монитора порта. Теперь переходим к блоку записи данных в память EEPROM. Начинаем передачу данных, указывая в качестве аргумента функции WireBeginTransmission адрес внешней памяти. Далее для записи одного байта данных нам фактически нужно передать в подключенный чип памяти 3 байта. Два из которых будут задавать адрес, то есть номер ячейки, куда будет размещен байт данных. А третий байт – сами данные. С учетом того, что размер памяти чипа 24LC512 составляет 64 килобайта, то есть 65536 байт, адрес нужной ячейки памяти можно задать только с помощью 2 байт. Собственно, эта информация присутствует в сопроводительной документации к модулю памяти. И завершаем передачу с использованием функции WireAndTransmission. Перед началом следующей записи или чтения с помощью функции Delay устанавливаем рекомендуемую производителем задержку в 5 секунд. Чтение осуществляется схожим образом. После передачи трех контрольных байт адреса чипа и адреса ячейки для чтения мы завершаем передачу данных. После этого отправляем запрос на получение одного байта от подключенного модуля памяти WireRequestFrom и записываем это значение в переменную Data. После этого выводим значение адреса и записанных в него данных в монитор порта. Загружаем скетч в Arduino, открываем монитор порта и видим, что выводится адрес памяти и записанное в него значение. В следующем видео продолжим разбор работы с внешней памятью EEPROM и разберем ее подключение к микроконтроллерам семейства ATTINI. Там есть свои особенности. В описании будет ссылка на скетч из видео. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok